Говорите, как я должен сделать? Вот, я вам еще раз говорю. Виктор Викторович, согласно статье 597, часть 1, в отношении вас мы составили административный протокол. Так как вы были согласны, в подпись все поставили, теперь ваш государственный номер изымается. По какому он это? Не надо меня перевивать, я вам объясняю. Потом ваши вопросы задаете. Хорошо? Если вы на месте будете оплачивать, вот с левой стороны от нас банк стоит, оттуда можете оплачивать, квитанцию если вы нам принесете, не будем изымать. То есть, теперь 112 кабинет я квитанцию не несу на тычковку? А? 112 кабинет, раньше приносили оплаченные штрафы, сейчас не надо мне нести. Надо именно вам это отдать, да? Конечно, мы же материал будем прилагать, вам не надо будет туда идти и сдать. Мы материал будем прикладывать. А, допустим, если у меня на данный момент в кармане нету, перейти через дорогу и отдать в банк. Мне что теперь делать? Инвалиды второй группы, которые даже на улице... Подождите секундочку, я вас выслушал. Тогда мне не надо... У меня сейчас, например, в кармане ни копейки на проезд нету. У меня нету здесь ни знакомых, ни родственников. Как мне ехать в Согру? Прикажете? Давайте мы съездим вместе. Я вам не покажу. Я возьму там деньги у бабушки, у своей матери, 82 года ей. Я у нее возьму деньги, ее пенсию. Мы заедем в банк, я оплачу штраф, чтобы вы у меня номер не забрали. Командир, давайте сделаем так, а? Смотрите, теперь на вашу вопрос я буду отвечать. Мы не имеем права отклониться от данного маршрута, во-первых. И если какие-то к нам жалобы, претензии есть, может обжаловать нашу действие, можно обращаться к существующим органам. Ну, а как я тебе только что это петензии здесь не говорю? Подождите, подождите. Если вот эта данная видеозапись в Ютубе, либо в соцсетях будет различимой... Я по закону имею право снимать. Согласна. Я по закону, оно будет, оно будет. Я вас сразу предупредил, и те записи, и те предыдущие тоже записи, я вам сразу предупредил, что я буду снимать. Я вам просто предупреждал. Я вас тоже предупреждаю. Вы меня услышали. Все законно. Все, понятно. Я вам предупреждал. Ой, ну что, вы в Ютубе не хотите там или в Интограме, или еще где-то в смысле появиться? Вы что, что-то противозаконное? Я же инвалид второй группы, чуть-чуть неправильно припарковался. Вы же меня оштрафовали. Вы все сделали законно. Все прекрасно сделали. Все законно сделали. Или вам стыдно, может быть, что вы инвалидов глушите? Нет, законно. А которые на пешеходках и везде, блядь, стоят людей. Вы мимо проезжаете. Не надо материться. И меня не предупреждаете, когда вы ведете вам. Все, ладно. Короче, короче. Мы поговорили. Как вы говорите, сейчас по-новому, да? Не просто тот бланк, который ваш коллега заполняет, а еще вот это, да, надо? Это не новый. А? Это не новый. Не новость? Да. Ну, я, может, так редко делаю, наверное, что я, как бы, такого вообще сталкиваюсь впервые. Вот это вот тоже впервые. Я вам показываю. Ознакомьтесь, пожалуйста. Ознакомьтесь. Прочитайте внимательно. То есть я вот припарковался, чуть-чуть криво, да? Под углом. Да, под углом, чуть-чуть под углом. И вот столько всяких документов, да, теперь? Субтитры сделал DimaTorzok